Здравствуйте! Это Международные новости в студии Инессы Буланковой. Прямо сейчас мы с вами подведем итоги уходящих 7 дней. Перейдем к главным событиям этой недели. Флорида готовится встретить удар стихии лицом к лицу. В штате закрывают госучреждения, готовя убежище для всех пострадавших. Президенты США выступили единым фронтом. Главы государства соберут средства в помощь пострадавшим от стихии. Миллион колумбийцев молятся о мире вместе с папой Франциском. Понтифик отслужил мессу в столице Колумбии. Не успели американцы отойти от разрушительного урагана Харви и ликвидировать последствия вызванного им наводнения, как объявили о приближении новой стихии. Надвигается мощный ураган Ирма, которому уже присвоили наиболее опасную пятую категорию. Губернатор Флориды Рик Скотт в ожидании стихийного бедствия распорядился закрыть все школы и вузы, а также госучреждения штата, чтобы освободить как можно больше помещений, где можно сложить предметы первой необходимости и разместить людей, которые пострадают от урагана. Ожидается, что Ирма, которая сейчас движется вдоль островов Карибского бассейна, может достичь побережья штата к выходным. Рик Скотт предупредил, что к эвакуации должна приготовиться каждая семья. В предыдущий раз Флорида сталкивалась с ураганом пятой категории в 1992 году. Тогда ущерб от урагана Эндрю оценили в 26 миллиардов долларов, что было на тот момент абсолютным рекордом для природного бедствия. Тем временем, экс-президенты США создали фонд помощи пострадавшим от ураганов. Пять бывших лидеров государства Джимми Картер, Джош Буш-старший, Джош Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама объявили о запуске кампании по сбору средств для организаций, помогающих пострадавшим от урагана Харви. Их инициатива получила название «Призыв единой Америки». О начинании всех ныне живущих экс-лидеров Америки сообщили представители предыдущего главы Белого дома Барака Обамы. В их заявлении говорится, что бывшие президенты обращаются к своим согражданам и друзьям по всему миру с просьбой поддержать усилия по ликвидации последствий Харви, передает ТАСС. Инициативу своих предшественников с гордостью поддержал и нынешний глава государства Дональд Трамп. «Мы будем противостоять любому вызову, каким бы сильным ни был ветер или какой бы высокой ни была вода. Я горд тем, что стою заодно с другими президентами в призыве «Единой Америки», – написал он на своей странице в Твиттере. Деньги будут собирать на сайте oneamericaappeal.org, а также через специальный счет, открытый президентской библиотекой Джорджа Буша-старшего. Все средства было решено распределить и направить на борьбу с последствиями не только урагана Харви, но и Ирма, еще более опасного и свирепого. Глава Святого Престола отслужил в Тарите Колумбии мессу, на которую, как сообщают власти, пришло более миллиона человек. Литмотивом проповеди, прочитанной под открытым небом, стал призыв к национальному примирению. Жажду мести участникам многолетнего военного конфликта следует подавлять, отметил Папа Римский. Беспросветная тьма, жажда мести разрушают душу и угрожают человеческой жизни. Несправедливость и неравенство лишь усугубляют ситуацию. Мир в этой стране сложно восстановить одним только документом. Жертвы 50-летней войны ждали обещанной Папой молитвой о мире. Сколько семей у нас пострадали, сколько дружеских связей распались из-за того, что люди находятся по разные стороны баррикад. Нельзя допустить, чтобы Колумбия и дальше жила в ненависти. Колумбийцам предстоят сложные времена. Они должны, согласно подписанным договоренностям, принять в социум свыше 7 тысяч членов движения ФАРК, ответственных за гибель не менее 220 тысяч человек. Миллионы людей были вынуждены из-за более чем полувекового конфликта покинуть свои дома. Соглашение предусматривает не только амнистию повстанцев, но и возможность их избрания в парламент страны. Президент Сантос, который подписал это соглашение, пользуется поддержкой менее четверти избирателей. Голливудский актер Джош Клуни и его супруга Амаль приютили иракца, выжившего при нападении боевиков. Супруги разместили беженца Езида в своем доме в городе Агаста, штат Кентукки, пишет Hollywood Reporter. При этом они не стали афишировать свой поступок. Клуни рассказал, что беженец ехал на автобусе в Масул, когда на него напали террористы исламского государства, запрещенные в России и ряде стран организации. Боевики убили водителей и пригрозили расправиться со всеми, кто намерен учиться в колледже. Молодой человек чудом сумел спастись и бежал в США. Семейство Клуни пообещало ему помочь с получением образования, и сейчас их гость учится в Чикагском университете. В августе фонд супругов Клуни, Клуни Foundation for Justice, также пожертвовал более 2 миллионов долларов на организацию школ для сирийских детей в Америке. Отмечу, что голливудский актер давно занимается благотворительностью и пытается привлечь внимание общественности к мировым проблемам. Так он помогал жителям Судана. Также выделял 2,5 миллиона долларов на обучение детей беженцев из Сирии. В Искландии предложили альтернативный метод получения энергии – прямо из недр вулканов. Страна находится на стыке двух тектонических плит, которые расходятся в разные стороны. Это вызывает постоянную сейсмическую и вулканическую активность. Ну а на изолированном острове, как известно, находится 30 действующих вулканов. Новый проект назвали ТОР. Его цель – получать энергию прямо из недр вулкана. Исследовательскую станцию поставили в регионе Судурнес. Здесь вулкан последний раз извергался 700 лет назад. Бурение начали в январе. Глубина скважины уже 4 километра 659 метров. Там наблюдается экстремально высокое давление, а температура достигает 420 градусов по Цельсию. Подобная скважина сможет выработать в 5-10 раз больше электричества по сравнению с обычной. Влияние на природу также минимальное. Места для таких скважин нужно меньше. Например, чтобы обеспечить электричеством реки Авекс с населением в 212 тысяч человек, нужно 30-35 обычных скважин. А новая технология позволит сократить это число до 3-5. Пока очень много вопросов без ответа. Но если проект удастся, то это будет революция. Исландия – единственная страна в мире, которая вырабатывает электроэнергию исключительно из возобновляемых источников. Испытания в рамках проекта ТОР продлятся два года. За это время ученые должны понять, сможет ли человечество использовать для своих нужд еще одну стихию природы. О том, что неустанно приносит пользу человеку, повышая его уровень духовности, расскажет Анна Федорова. Прямо сейчас краткий обзор культурных событий, прошедших в рамках этих семи дней. Здравствуйте! К новостям культуры. Международный фестиваль классической музыки имени Джорджа Энеску проходит в эти дни в Бухаресте. Как сообщает портал НТД, в этом году здесь выступает лондонский филармонический оркестр, коллективы Миланского оперного театра «Ласкал», российский национальный оркестр, а также пианисты, скрипачи и вокалисты. Впервые в программу фестиваля включены произведения композиторов 21 века. По мнению директора фестиваля Владимира Юровского, музыкальная культура Восточной Европы богатая и глубокая. Впервые фестиваль прошел в 59 лет назад, через три года после смерти Джорджа Энеску. Руменский композитор играл на скрипке, дирижировал и преподавал. Его считают одним из лучших музыкантов первой половины прошлого столетия. Во время фестиваля обязательно играет произведение мастера. Помимо музыкальных коллективов и исполнителей, в нем примут участие современные композиторы. Они проведут семинары и пообщаются со зрителями. У побережья Туниса археологи нашли подводные руины древнего римского города Неаполиса, сообщает издание Science Alert. Специалисты из Института национального наследия Туниса обнаружили улицы, памятники, а также баки, предназначенные для хранения гарума – рыбного соуса деликатеса, который продавался за большие деньги. Развалины города простираются на 20 гектаров и находятся возле Набуля на северо-востоке Туниса. Поиски затонувших руин велись с 2010 года. По словам руководителя экспедиции Мунира Фантара, открытие позволяет ученым с уверенностью утверждать, что город был одним из торговых центров Древнего Рима, вероятно, одним из крупнейших в римском мире. Художник Цайгатян из Китая в Пушкинском музее Москвы представил необычную инсталляцию. Как сообщает сайт Первого канала, используя уникальную технику пороховой живописи, мастер запечатлел на холсте 100 фотографий, отражающих исторический путь России после революции 1917 года. Для этого он создал трафареты каждого снимка, присыпал их порохом и поджог. Полотно засыпано пеплом, под пеплом трафарет, а значит рисунок появится только там, где нужно, по замыслу автора. Родился в Китае, жил в Японии, а сейчас творит в Нью-Йорке. Однажды Гатян предпочел холсту воздух, а краскам порох. Его пиротехнические шоу походят на ожившие полотна импрессионистов, что привлекает внимание множество любителей современного искусства. По словам художника, несколько работ на этой выставке призваны донести зрителям его любовь к России и показать некоторое единство личной жизни Гатяна с историей нашей страны. Спасибо, Анна. К другим новостям. В Китае прошла масштабная спасательная операция. 10 экскаваторов понадобилось для того, чтобы достать полутора годовалого ребенка из скважины глубиной 50 метров. Инцидент произошел в городе Сиань, относящемся к провинции Шэньси. Малыш отправился на прогулку с бабушкой и дедушкой, когда внезапно земля под ними обрушилась. Сверху ребенка засыпало землей, однако выжить ему помогло небольшое отверстие. Около 9 часов с помощью тяжелой техники пытались разрыть котлован, чтобы достать ребенка. Работы велись до самой темноты, но малыша все же удалось вызволить из плена. Чтобы ребенок не заснул и не умер, родителям пришлось на протяжении всего времени спасательных работ звать малыша по имени. Маленького китайца госпитализировали с незначительными травмами. Угрозы его жизни нет. О спасении ребенка в Башкирии также стало известно широкой аудитории на этой неделе. В столице республики прошел сильный лебень. По словам синоптиков, буквально за пару часов в Уфе выпала две месячные норма осадков. В бурные реки превратилось как минимум пять улиц. Из-за разгула стихии были подмыты дороги, затоплены офисы и торговые центры. На одном из пешеходных переходов поток воды был такой силой, что сбил с ног женщину с коляской. Ребенка начало уносить течением, но на помощь подоспели проезжающие мимо автовладельцы. Мужчины выбегали из автомобиля и пытались удержать люльку с малышом. Водитель бульдозера, оказавшийся на месте ЧП, перекрыл дорогу, чем помог снизить силу потока воды. Благодаря действиям неравнодушных водителей удалось спасти жизнь малышу. Удивительная и вдохновляющая история о том, как 13-летний мальчик три дня боролся за жизнь своего отца. 17 августа Чарли и его 52-летний отец Дэвид Финлисон отправились в туристический поход с восхождением на гору вблизи штата Айдаха. В горах произошло несчастье. Внезапно обвалившийся валун снес отца с тропы. Дэвид упал с 10-метровой высоты, получив множественные переломы. До ближайшей базы было не меньше 20 километров. Мальчик незамедлительно промыл и перевязал раны отца, разбил лагерь и закутал пострадавшего в спальные мешки. Два дня в ожидании помощи он кормил и поил мужчину, успокаивая, что все будет хорошо. На третий день стало ясно, что за помощью придется идти на базу. Чарли отправился в одиночный 20-километровый горный поход с 16-килограммовым рюкзаком за плечами и запиской, в которой отец описал, как его найти. Оставить отца одного для мальчика было самой трудной частью испытания. Мне было страшно, я боялся никого не встретить даже на базе, и я постоянно молился. Господь услышал молитвы мальчика. Пройдя всего 6 километров, он встретил группу туристов, которые пришли на помощь. В результате Дэвида эвакуировали и доставили в больницу. Сейчас мужчина находится под наблюдением специалистов. Далее выпуски новости христианского мира. Оставляю вас с моей коллегой Жанной Мамиловой. До встречи в эфирах нашего телеканала. Спасибо, Инесса. Прошедшая неделя запомнилась следующими новостями. Американский ученый доказал факт существования 53 лиц, упоминаемых в Ветхом Завете. Доцент университета Пердию Лоуренс Микитюк, специализирующийся на истории иудаизма, начал свои исследования в 1990-х годах. Он стал анализировать материалы археологических экспедиций в поисках свидетельств об исторических лицах, упомянутых в Библии, сообщает Благостинфо. Микитюк полагает, что подтвердить историчность той или иной библейской личности возможно только в случае, если три идентифицирующих признака – имя человека, его отчество и звание – совпадают с внебиблейскими историческими источниками, например, содержатся в древних письменных памятниках. В результате кропотливого анализа источника в 2014 году Микитюк заявил о существовании документальных подтверждений исторического существования 50 ветхозаветных персоналей. В 2017 году он добавил в этот список еще три исторических личности. Таким образом, общее число лиц, факт существования которых подтверждается документально, составило 53 человека. Список персоналей, составленный Микитюком, включает египетских фараонов, царей стран, соседствующих с Израилем, государственных деятелей Осирийской, Вавилонской и Персидской империй, несколько известных израильских царей, включая Ахава, Давида, Изекию и Монасию. Конференция католических епископов Шри-Ланки выступила с осуждением нового закона об абортах, одобренного парламентом страны, сообщает христианский портал Инвикторий. Епископы отвергают любые оправдания для уничтожения человеческой жизни. На прошлой неделе правительство Мейнтрепала Сирисена узаконило практику прерывания беременности в двух случаях – если ребенок был зачат в результате изнасилования и если плод имеет тяжелые пороки развития. В заявлении по местной церкви, опубликованном после принятия нового закона, говорится, епископская конференция решительно осуждает любые усилия по легализации абортов. Во главе с президентом епископата Монсеньором Уинстона Фернандо, прилаты подчеркивают, ничто не должно компрометировать правосудие, особенно когда речь идет о праве на жизнь нерожденного ребенка. Нельзя защищать права одного человека и нарушать права другого. Согласно опросу Университета Келани, в прошлом году в Шри-Ланке ежедневно совершалось 650 искусственных прерываний беременности. Немецкая компания Лида, владеющая сетью супермаркетов, удалила кресты с фотографий греческих храмов на упаковке и эта уступка чувствам и требованиям нехристиан уже вызвала бурю возмущения в Греции и других странах, сообщает Седмиция. Компания Лида, владелец сети супермаркетов, пропустила через фотошоп изображение христианских греческих храмов на упаковке некоторых традиционных греческих пищевых продуктов и удалила с куполов храмов кресты. В комментариях представителей компании говорится, что она стремится в равной мере уважать все религиозные убеждения. Возмущенные активисты выпустили сетевую петицию, сообщающую, что компания Лидл позволила себе удалить кресты с изображений греческих храмов на упаковке греческих пищевых продуктов. Это вызвало волну возмущения в греческой общине и многих других христианских общинах. Именно наша вера делает нас теми, кто мы есть. Причем 98% населения Греции являются православными христианами. И именно христианская вера составляет большую и лучшую часть души каждого грека. В петиции выдвигается требование о том, чтобы компания принесла официальные заявления, а изображения крестов на упаковке должны быть немедленно восстановлены. Рукопись, которая на протяжении полутора тысяч лет считалась утерянной, была найдена в библиотеке Кельнского собора. Это самый древний и известный комментарий к Евангелию на латинском языке, сообщает Благость.Инфо. В 2012 году доктор Лукас Дорфбавер из университета в Зальцбурге нашел документы, 100 страниц, которые прошел цифровое архивирование еще 10 лет назад. Однако никто тогда не обратил внимания на его ценность. Существует мнение, что эти записи датируются IX веком. Дорфбавер предпринял тщательный анализ манускрипта и сравнил его с сохранившимся документальным свидетельством святого Иеронима Стридонского, автора Вульгаты, который вспоминает об этих комментариях к Евангелию в своем труде «Жизнь знаменитых людей». Благодаря сравнительному анализу удалось найти параллельные места, которые датируются IV веком. Это открытие является серьезным вкладом в понимание развития латинских интерпретаций Библии, которые сильно повлияли на развитие западной мысли и литературы. Религиозные лидеры Австралии призвали запретить рекламный ролик, в котором божества различных религий поедают за одним столом жареное мясо, пишет РИА Новости. Одна из крупнейших австралийских компаний по производству мяса выпустила ролик, в котором изображено застолье с участием Иисуса Христа, Бога Ганеши, Зевса, Тора, основателя саентологии Рона Хаббарда и других. По сюжету они пришли в гости к атеистке на свежего ягненка. В одном из эпизодов Бог Ганеши произносит фразу, которая возмутила индуистов. «Это мясо, которое все мы можем есть». Представитель Австралийской Федерации Исламских Советов заявил, что реклама пересекла грань допустимого. В свою очередь, представитель компании Эндрю Хоуи заявил, что реклама стала результатом обширных исследований и консультаций. По его словам, создатели хотели показать, что мясо ягненка является допустимым в любой религии и культуре и, соответственно, является общей для всех ценностью. По сообщению РИА Новости, парижский кюре предоставил мусульманам в храме место для молитвы. Как пишет газета, в молитвенном зале мусульман произошла протечка воды, в связи с чем верующие оказались лишены места для совершения обрядов. Тогда священник церкви Сент-Кристоф де Жавель предоставил им место для молитв. «В распоряжении был склеп по церкви, он достаточно большой и мог их принять», – сказал помощник священника. Также помощь с работами оказал раввин в синагоге Адад Шалом. «Я могу только радоваться межконфессиональному диалогу в моем округе, который позволяет разным религиям жить вместе не вопреки их различиям, а благодаря им», – сказал мэр 15-го округа Парижа Филипп Гужон. Оргкомитет Чемпионата мира 2018 отклонил предложение привлечь православных волонтеров. Оргкомитет уважает любые инициативы, связанные с добровольческим движением, однако набор волонтеров к турниру уже закрыт, – заявил генеральный директор Оргкомитета России 2018 Алексей Сорокин. Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Бахтанг Кипшидзе заявил, что Русская Православная Церковь планирует привлечь к работе на Чемпионате мира 2018 в России православных волонтеров, которые будут знакомить гостей с отечественной культурой и организовать работу молитвенных помещений по опыту Олимпиады в Сочи. «Мы с большим уважением относимся ко всем инициативам, связанным с добровольчеством», – сказал Сорокин. «Но в целом, во-первых, программа подбора волонтеров уже закрыта, мы находимся в стадии их обучения, так как основной пул волонтеров собран. Во-вторых, для любого чемпионата мира, проходил он в Бразилии, России и Катаре, вероисповедание волонтера не имеет значения. Чемпионат мира – мультиконфессиональное мероприятие, где каждый волен исповедовать ту или иную религию, но это не дает преференции волонтерам той или иной религии. Разумеется, к религии мы относимся с большим уважением». На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!